Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Юродивый Суворов. Чудачество знаменитого полководца». Суворов, эта знаменитая русская фамилия, стала нарицательной благодаря самому Александру Васильевичу. Теперь, говоря «ты прям как Суворов», мы обозначаем человека удачливого, прямодушного и смелого, придерживающегося спартанского уклада жизни. Да, если победы на поле боя известны всем, то некоторые привычки Александра Васильевича Суворова для нас довольно странные, а для военных людей и царедворцев его времени так вообще были чудачествами, искренне удивлявшими его современников. Правда, на самом деле к странностям поведения Александра Суворова знавшие его люди относились по-разному. Кто-то просто считал полководца чудаком, а кто-то понимал, что за мнимым юродством военачальника кроются свои причины. А вообще, если копнуть глубже, то скорее такое поведение подходило юродивому человеку, ведь в том, что представлялось обычным людям чудачествами, был очень даже глубокий смысл. О том, как жил и вел себя Суворов, было прекрасно известно как простым рядовым солдатам, так и самой императрице. Про его чудачество знали как подданные Российской империи, так и многие граждане иностранных государств. Такой вот был он человек. Сам же Александр Васильевич объяснял свои странности следующим образом. «Вы хотите меня знать? Я раскрою вам себя. Хвалили меня цари, любили войны. Друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили. При дворе надо мною смеялись. Я бывал при дворе, но не придворным, а эзопом, лафонтеном. Шутками и звериным языком говорил им всем правду». Сержант Иван Сергеев 16 лет подряд был рядом с полководцем и вместе с ним испытывал все тяготы армейской жизни. Он оставил весьма занятные записки. Именно Сергеев указал, что все неординарные поступки Суворова вызваны лишь его желанием подчинить обстоятельства себе, а еще отделить себя от человечества. То есть полководец хотел быть выше других или же наоборот, быть отшельником, отделив себя от других? Сергеев писал еще, что вымышленное юродство Суворова имело великую цель и глубокое значение. Именно эта позиция помогала военачальнику противостоять условиям, светской жизни и качественно выполнять задуманные им предприятия. Как я уже говорил, юродство великого полководца было известно и в Европе. Даже лорд Джордж Гордон Байрон посвятил генералиссимусу эпиграмму. «Молясь, остря, весь преданный причудам, то ловкий шут, то демон, то герой». Суворов был необъяснимым чудом. Первой причудой, которую Суворов практиковал с раннего детства, было закаливание. Впрочем, для любого советского ребенка такая причуда не покажется необычной. Но это советского. А в 18 веке о пользе закаливания почти никто и не говорил. Потому-то желание обливаться по утрам ледяной водой казалось современникам Суворова, но совершенно дикой прихотью. А он любил обливание ледяной водой и всегда это делал. Ежедневно, прежде чем приступить к решению насущных проблем, полководец закалялся независимо от погоды и сезона. Ни дожди, ни зимние стужи не могли испугать Александра Васильевича. Кроме того, он постоянно спал на сене под одной простынкой. Никаких тебе перин и теплых одеял. Герой России частенько выходил на трескучий мороз в одном мундире, просто игнорируя меха, теплые фуфайки и перчатки. А в дождь не надевал плаща и очень редко болел. Однажды из-за своей привычки с Суворовым произошел курьезный случай. Дело в том, что императрица Екатерина II, желая высказать полководцу особое почтение, пожаловала ему дорогую соболиную шубу с золотыми петлицами и кистями. И велела с тех пор появляться зимой при дворе именно в этом наряде. Бедному военачальнику, чтобы не оскорбить правительницу, приходилось облачаться в шубу. Но все же он делал это только перед самым выходом из кареты. А все остальное время шубейка ехала рядом на сиденье, как отдельный пассажир. У Суворова одним лишь холодным душем по утрам тяга к поддержанию тонуса не заканчивалась. В течение часа он бегал по своему дому или по палатке. Для людей 21 века необычно только то, что полководец бегал в небольшом и замкнутом помещении, вместо того, чтобы устраивать забеги по улицам или паркам. Правда, и мы частенько приобретаем беговые дорожки и бегаем лишь от дома. А вот у Суворова это объяснялось тем, что он бегал по помещению нагишом. Вообще, если судить по воспоминаниям современников, да и потому, что полководец рассказывал о себе, в детстве его прямо-таки одолевали разного рода болезни. Родители сделали правильно. Они приучили своего сына вести здоровый образ жизни. А потом он и сам втянулся. Ежедневные пробежки стали нормой для распорядка дня. Если военачальник был дома, то перед рассветом он бегал по своей спальне, в походных условиях по палатке, будучи абсолютно голым. Но почему именно нагишом история умалчивает? Наверное, так было удобнее всего. Интересно, что, не желая попусту тратить время, Александр Васильевич в период тренировки держал в руках словарь и изучал новые языки. Таким образом, полководец освоил карельский, татарский и турецкий. Кроме пробежек, Суворов совершал пешие прогулки, ежедневно проходя 10 и более километров. Если это было летом, то, устав после очередного променада, Суворов падал на траву, поднимал ноги кверху, чтобы с них стекала кровь и советовал солдатам не обращаться по пустякам к лекарям и в госпитале. Первый день будет тебе постель мягкая и кушанье хорошая, а на третий день тут и гроб. Доктора тебя уморят. А лучше, если не здоров, выпей чарочку венца с перчиком, побегай, попрыгай, поваляйся и здоров будешь. Зимой он гулял, конечно, поменьше, но частенько баловал себя горячей банькой с прыганием в снег. Впрочем, это уж точно никого не удивляло. Баня была любимым делом как у русских крестьян, так и у аристократии. В наше время люди в полночь лишь ложатся спать, редко кто сейчас идет в постели раньше десяти вечера. А вот Суворов ложился с закатом солнца и просыпался в полночь. В то время как нормальные его современники нежились в постели, путешествуя по сонному царству Морфея, Александр Васильевич готовился к встрече с новым днем. Рабочий день полководца Суворова, несмотря ни на какие обстоятельства, непременно начинался в 12 часов ночи. И так было почти всю его жизнь. Вот что значит сила воли. Чтобы исключить любые нарушения своего режима, Суворов строго наказывал своему деньщику будить его любыми способами. Если же полководец не будет слушаться и продолжит спать, то деньщик не должен был стесняться, а брать нарушителя за ноги и стаскивать с постели. Излишеств ни в быту, ни в еде Суворов не признавал. Вообще он полагал, что достаточно плотно питаться всего один раз в день. И тогда организм будет отлично функционировать. На завтрак он ел мало. А вот обед был очень плотным. К тому же из-за раннего пробуждения полководца организовывался в 8 утра. Редкие исключения все же были. Приходилось и есть, как все в случае приемов у государей. Ведь эти званые обеды и ужины проходили у них в совсем другое время. Что ел Суворов? Сначала был аперитив. Полководец выпивал рюмку тминной водки, которую закусывал редькой. Потом шли первое, второе и десерт. Каждый раз еда была разнообразная, но и тут было чудачество. Суворов мог есть только еду, приготовленную рукой личного повара. Последнего он везде брал с собой, даже когда отправлялся на званый ужин. Кто-то видел в этом еще одну странность, но многие все-таки думали, что полководец опасается отравления. Но на самом деле у Александра Васильевича, несмотря на его правильные образы жизни, просто были регулярные проблемы с пищеварением. Потому-то он и предпочитал есть только ту пищу, что уже испытано и точно не повредит. Кстати, из-за тех же проблем с пищеварением Суворов разрешал своему коммердинеру Прохору Дубасову стоять рядом со столом и следить за тем, чтобы полководец не съел и не выпил лишнего. Военачальник пользовался за столом исключительно оловянными столовыми приборами. Они были лишь стилизованы под серебро. Но само серебро Суворов избегал, считая, что в нем содержится яд. На завтрак и во время редких перекусов Александр Васильевич предпочитал выпивать чашку чая со сливками, но без сухарей, хлеба и сладостей. На ужин он пил английское пиво с тремя ложками варенья или несколькими ломтиками лимона с сахаром. Вот и вся еда. Александр Васильевич не любил, когда рисует его портреты и всячески избегал позирования. В его доме не было зеркал, а если Суворов квартировал у кого-то, то он просил завесить все отражающие поверхности. Полководец по какой-то своей причине считал себя несимпатичным человеком. И чтобы скрывать комплексы из-за собственной внешности, Александр Васильевич на вопросы о нелюбви к зеркалам и портретам отшучивался. «Помилуй бог, я просто-напросто не хочу видеть другого Суворова». Военачальник был просто убежден в том, что солдаты должны определять время без механических помощников по солнцу, по петухам и по звездам. Сам полководец не носил карманные часы, и в его доме отсутствовали как часы столовые, так и настенные. Суворов взял в привычку никогда не назначать точного часа военных передвижений или атак. Он лишь осведомлял военнослужащих, что они должны быть готовы с первыми петухами. Чтобы эта фраза не выглядела голословной, Александр Васильевич специально научился петь петухом, и в нужный ему момент поднимал войско в поход звонким выкриком «ку-ка-реку». Собственно говоря, Суворов вообще любил петь. И после пробуждения он обязательно отводил на пение один час своего времени. По словам историка Казимира Валишевского, от этого занятия Суворова не могли отвлечь, а даже срочные депеши. Он их подписывал, не читая, так как не прерывал вокальных упражнений. Полководец относился с огромным почтением к императрице Екатерине II. Она отвечала тем же, вспомнить хотя бы подаренную соболью шубу. Правда, он сразу скидывал с плеч подарок, когда садился в карету после приема. Но с сыном императрицы Павлом взаимопонимания у Суворова не получилось. После смерти Екатерины II, вступившей на престол 40-летний император, решил все поменять. В том числе и русскую армию, тщательно создававшуюся по заветам Суворова. Павел I переделал ее на прусский манер. Конечно, это мероприятие полководцу жутко не понравилось. Потому Александр Васильевич попросту саботировал все реформы Павла, что в итоге привело его к отставке. Впрочем, туда отправились многие высшие офицеры Екатерининской поры, не согласившиеся с политикой нового царя. Правда, уже через год ссылки Павел вызвал Александра Васильевича к себе в Петербург. Он хотел примириться, но Суворов устроил целое представление. Приехав во дворец, он спросил одного из новых генералов, не скользко ли вам вести сражение на паркете. Другому намекая на его высокомерие, Суворов заявил, поцеловал бы тебя в губы, да нос твой мешает. Зато, встретив в одну из комнат простого истопника, полководец поклонился ему в ноги. Кто-то из придворных не удержался и ляпнул, да это же просто слуга. Но Суворов моментально парировал, сегодня он слуга, а завтра, глядишь, и графом станет. У полководца было множество наград, однако ко всем орденам и титулам он относился скептически. Как-то, проезжая через какое-то кладбище, Александр Васильевич заметил роскошную могилу, где были перечислены все регалии покойного. Да так много, что едва место нашлось на камне. Тогда военачальник сказал, чтобы на его надгробии написали всего три слова «здесь лежит Суворов». Кстати, полководец никогда не праздновал своего дня рождения. Да уж, причуд у него было много, скажете вы в итоге. Но биографы Суворова сходятся во мнении, что на самом деле все это расчеты тонкого и дальновидного ума. Ведь не зря же литератор Дмитрий Мирский наградил генералиссиму со званием одного из культурнейших и информированнейших людей своей эпохи, чьи высоконравственные устои не подвергались сомнению. Суворов презирал роскошь и с детства выработал привычку жить по-спартански. Однако он приказывал своим солдатам хорошо обращаться с пленными и стыдиться варварства. А истинными добродетелями Суворова были целомудрие, правдолюбие, благотворительность, неподдельная набожность и милосердие. Чего так не хватает почти 99% всего человечества. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.